Друзья, я снова всех приветствую. Сегодня будем продолжать делать маленькую гоночную машинку на базе двигателя Yamaha R1. Вот двигатель, он 2014 года. Очень мощный, очень дерзкий. Здесь у меня расположились детали подвески и мы с вами сегодня будем продолжать токарить титан. Вот смотрите, какие детали получились в прошлом видео. Это корпус подшипников для задней подвески. Ну а сегодня мы будем точить ось для передней подвески вот такого плана только из титана. Купил недавно болванку на 26 килограмм, но она потихонечку тает. И этого не побоюсь, этого слова чудесного металла остается все меньше и меньше. Но тем не менее мне хватит на машинку, так что продолжаем работу. На моей памяти именно этот металл титан WT8 самый наилучший обрабатываемый металл за всю историю работы канала. Ничего еще лучше не обрабатывалось. Не нужно никакой СОЖ, металл не вязкий. Главное обороты не превышать, обороты надо контролировать. Но они довольно высокие, как можете заметить, и все прекрасно обрабатывается. Стружка сухая, красивая. Вот она там лежит в поддоне. Гора уже целая. Прекрасный материал, ребята. Так что если будете что-то делать, такое высокопрочное, высококачественное, то я вам рекомендую супер металл. Станок просто уничтожает его. Прекрасный материал, ребята. Прекрасный материал. Прекрасный материал. Прекрасный материал. Продолжение следует... Резет просто удивительно стоит. Вообще не тупится практически. Но я иногда грань меняю, когда нужно чистоту поверхности делать. Мне кажется, так оно почище. Ну а насчет того, чтобы драть, дерет и дерет и даже не собирается тупиться. Можно быстро сжечь, если повысить, например, сейчас в два раза обороты. Тогда сразу сгорит. А вот в подходящем режиме работает и работает. Пока идет процесс, облегчаю уже готовые детали. Вот таким образом. Но не дает мне покоя, что вот здесь очень много тела. Конечно хорошо бы еще вот так под углом отрезать. Ну я еще подумаю, боюсь, что будет некрасиво. А так удалось снять еще 20 грамм. То есть с каждой детали, если это 4 колеса будет, то 80 грамм набегает. Довольно-таки приличный вес. Обычные сверла этот титанчик не берут. Моя сверлилка, если поставить минимальные обороты, вращается вот с такой частотой. Я не знаю, сколько это, но для титана это уже много на 5 миллиметрах. То есть 4 миллиметра оно еще обрабатывает. А если мы, например, берем 6-миллиметровое сверло, то оно через пару отверстий выглядит вот так. Оно просто сгорает. Поэтому пользуюсь твердосклавными, друзья. Бросил баловаться. Есть у меня вот такой набор на сегодняшний день. Этот я заказывал из Китая. Этот мне подарил друг. Ну а этот я, по-моему, покупал где-то на токарном рынке. Так что как раз таки сейчас пришло его время. Пока пытался сверлить быстрорезом. Вот эти маленькие, кстати, именно быстрорезами я просверлил. Но было очень мерзко. Попожег все новые сверла, к сожалению. Но теперь, используя твердосплавные, процесс идёт просто восхитительно. Смотрите, надо фиксировать столик. Смотрите, как идёт процесс. Восхитительно. Было бы очень круто монтажные отверстия пройти цыковкой. Сделать выборку небольшую пару миллиметров. А потом снаружи всё это дело на конус немножко сточить. Тогда бы вообще всё работало так, как надо. Ну ничего, такое облегчение тоже в плюс пойдёт, ребята. Вообще, конечно, такая красота греет душу. Выглядит просто безумно как-то по-бугатьевски. Вообще шок. Вот так, друзья, выглядит съем сотки. Подал по усы. Вот что-то там снимает. Реально по микрометру меньше на сотку получается. Конечно, великолепная вещь УЦИ. Я очень доволен, что приобрёл и потратил время на установку. Работает прекрасно, вообще супер просто. Резьба без люфта даже как-то это неправильно. Ну я думаю оставлю так. Пришло время облегчать и доводить до кондиции. Ставил самое большое сверло, какое было. Поставил очень малые обороты и погнали, ребята. Создавать супер-мега стружку. Вот стоит только повысить обороты и всё, процесс не идёт. Кромка мгновенно режущая. А так смотрите, по титану сверлом на 50 практически сразу. Я сделал 12-миллиметровый заход, чтобы серединой не долбить. И сразу на всё сверло беру. Когда и самое главное, где вы ещё сможете такое увидеть? Не представляю даже. Больше в игрушки не играюсь. Сверлю сразу твердо с плавным сверлом. Здесь у меня всё уже настроено. Ничего не надо ни кернить, ничего не надо. Немного, друзья, отвлёкся от токарки. Я занялся обрисовыванием двигателя, потому что для дальнейшего проектирования это просто необходимо. Самое важное, что мне нужно знать, это координаты точек крепления. Ну и собственно габаритные размеры выхлопа и максимальных размеров двигателя, чтобы не вышли за габарит рамы и чтобы на этапы проектирования можно было его в эту самую раму упаковать. Так вот, ребята, как же происходит процесс обрисовывания столь объемной детали? Значит, смотрите, я вам сейчас всё расскажу, как это можно сделать. Способ придумал сам. Ну я думаю, он существует в миру и без меня. Значит, смотрите, сделал координаты габаритных размеров двигателя. То есть я опирался по точкам, которые максимально выступают в разные стороны. И сделал такую некую базу на полу, от которой можно отталкиваться и создавать координаты. Сам принцип построения выглядит следующим образом. Ну, во-первых, сначала как базы делал. Подставлял вот так угольник и эту процедуру сделал со всех сторон. То есть здесь всё параллельно, всё хорошо, всё красиво. Далее, допустим, мне нужно найти координату вот этой точки. Ну, по высоте, естественно, легко её найти. Мы просто подставляем линейку какую-либо. Естественно, учитываем, что здесь я наложил железок. То есть надо эту толщину добавлять. Вот, ну а как найти другие координаты в трёхмерном пространстве? Вот эта задача. На самом деле, также легко. Смотрите, здесь у меня даже на угольнике отображается. Видите, от края габаритов двигателя эта точка отступает на 50 миллиметров. Нужно, естественно, максимально точно вымерять. И желательно, чтобы на сверх точной поверхности лежало. Тогда вообще идеальные координаты будут и очень точные. Ну вот, нашли вторую точку. Можно отметить её на чертеже. Далее я переворачиваю угольник в другую сторону. И ищу расположение прилегающей плоскости. Точно также отмеряя от края нашего габарита. Всё, друзья. Таким вот образом, буквально за полтора часа мне удалось, смотрите, что сделать. Практически полностью нарисовать чертеж. Какие-то максимально точные размеры я измеряю штангенциркулем, когда уже готова, допустим, одна точка. Вот это, к примеру. Я могу раздвинуть штангенциркуль и измерить, получается, расположение взаимное двух вот этих точек. А также могу перепроверять свой метод. То есть я могу сначала измерить своим методом там и здесь, а потом перепроверить штангенциркулем и внести кое-какие коррективы и хотя бы понять, точно ли у меня получается или не особо. Короче, всё довольно-таки точно получается. Здесь плюс-минус 2 миллиметра погрешность из-за кривизны рабочего пространства. Ну а те точки, которые измерял штангенциркулем, естественно, не имеют никакой погрешности, что очень приятно. Мне вот интересно, если лазерным методом измерять, можно ли такую же точность получить, как и с помощью измерения штангенциркулем? Или там всё равно надо будет точно также всё потом перепроверять, перемерять и делать коррективы? Мне кажется, так и надо будет делать. Я здесь подписываю и высоту сразу измеренную. Вот максимальная высота двигателя 700 миллиметров. Каждое ухо, мало того, что я размечаю при виде сверху, я ещё и высоту подписываю. Это мне потом пригодится, когда буду сбоку обрисовывать. В принципе, это я уже могу даже сделать без двигателя. И самое интересное, вот теперь и только теперь я могу начать переносить это всё дело в 3D. И возможно, я даже этим займусь и сделаю это. Но не могу я, знаете ли, двигатель в карман забрать и притащить домой, чтобы там проектировать. Ну не могу, сорян, ребята. И ещё, что считаю очень важным. Поставил двигатель сразу так, как он будет стоять на болиде. На мотоцикле он стоит немножко под большим углом. Но я под выровнял слегка. Так он более компактен. На козла мы остановиться не будем. Думаю, всё будет хорошо. Ну вот и всё, ребята. Прошло два часа и вот что мы имеем. Есть координаты тросика газа, выхлопа, всех ушей крепления передних и задних. Далее есть выход на звездочку размера, КПП, сцепление, маслозаливная горловина. То есть её тоже важно не перекрыть. Ну и трубопроводы охлаждения. Вот верхний, ну а вот он нижний. В принципе всё, верхний чертеж готов. Нужно делать боковой. Только я не знаю с двух сторон делать или с одной. Не знаю, как ускоряться за счет кат программ. Но вот так у меня максимально быстро получается. Нашел ещё одну сверло побольше. Тоже твердосплавное. Без этого никак. Я надеюсь, что именно таких деталей вы от меня и ждёте. Максимально облегченных, технологичных и из титана. Ну вот и всё, друзья. Ещё две детали нашего гоночного болида полностью готовы. Как видите, я их довольно-таки значительно облегчил. Внутри есть отверстие, которое примерно здесь заканчивается. Потому что средняя часть оси обычно не работает. Фланец сделал максимально тонким. Здесь где-то семь с половиной миллиметров. Меньше уже не рискнул. И он к центру утолщается. Вот в этом месте немножко толще становится. И внутри получается он тоже чуть потолще. Потому что вот эта поверхность, она на миллиметр выше, чем эта. Заводская деталь весит 992 грамма. С неё мы, как вы сами понимаете, и копировали. Правда, посмотрите, моя деталь, она как бы даже поболее выглядит. По размеру больше. Но по весу она сильно меньше. 475 грамм. Может быть, можно было бы ещё легче сделать. Но я не рискнул утончать ещё сильнее. Хотя этот металл явно в разы прочнее стали 45. Из которой, как я понимаю, делают заводские детали. Она не калёная особо, ничего. Может немножко есть термообработка. Но напильник вот здесь берёт абсолютно спокойно. Прошлая деталь и эта. Они с разных осей. Но если захотеть вам показать наглядно, как оно работает, то это выглядит вот так. Допустим, эту мы прикручиваем к автомобилю, а здесь колесо. Хотя получается, что обе детали прикручиваются к автомобилю. Те, на которых сидят колеса, мы ещё не делали. И будем делать в следующем видео, друзья. Поэтому, кому интересно смотреть за судьбой моего гоночного болида, подписывайтесь на канал. Поддержите лайком. Всем пока, до новых встреч. Смотрите, звук какой благородный. Насчёт веса и ваших советов сходить в туалет. Это, конечно, всё замечательно. Но смотрите, здесь я килограмм сбросил в прошлой серии. И здесь я тоже сбросил килограмм. Уже туалетом одним не обойдешься. Уже ещё что-то надо будет делать. И вы не переживайте, в туалет можно тоже сходить. Это ещё будет там килограмм-полтора. Но это здесь знаете кто на что учился.